Здравствуйте, Роман Олегович. Вы, что нашли время, оторвались от важных занятий, которые проходят в рамках ассамблеи в так называемой тренинговой зоне. Тренинги разного плана, разных специальностей проводятся. Вот расскажите о той тренинговой секции, в которой участвуете вы, чем вы там занимаетесь. Это тоже интересно. Да, в рамках ассамблеи была развернута огромная тренинг-зона по совершенно разным специальностям. И мне посчастливилось участвовать как раз в эндоскопической составляющей этой тренинг-зоны. Это несколько станций, которые предполагают обучение базовым и продвинутым эндоскопическим навыкам. Тренинг-зона функционирует с двух часов до шести часов каждый день. Поэтому любой желающий, кто хочет попробовать свои силы, потренироваться, узнать что-то новое, попробовать новые инструменты, может... Любой желающий врач, участник... Честно говоря, нет. Приходили и пациенты, и пресса интересовалась. Как интересно. Мы рассказывали, скорее, так. Рассказывали и показывали эндоскопические возможности, которые сейчас применяются активно в столице и во многих городах нашей страны. Да, и самое интересное, что не только эндоскописты, но и врачи смежных специальностей. Вчера приходили специалисты-анестезиологи и даже был патологоанатом, которому было очень интересно заглянуть внутрь живого человека. Что ему дается нечасто. Здесь интерес очень большой. И возможность, конечно, попробовать также очень большая. У нас тренинги по выполнению колоноскопии, гастроскопии, бронхоскопии. Есть отдельная станция по капсульной эндоскопии. То есть все возможности, которые сейчас существуют в клинической практике. Можно посмотреть, как это все может быть применимо на пациенте и попробовать самостоятельно доктору. А оборудование какое? Оборудование также представлено в полном объеме. Все современное оборудование, которое сейчас... То, которое есть в клиниках? То, которое есть в клиниках. Есть инновационные аппараты от флагманских компаний. И они представляют свои новые возможности лечения и диагностики. И также, конечно, базовое оборудование, которое есть, конечно, во всех клиниках, которые имеют эндоскопические кабинеты и эндоскопические отделения. Также присутствуют. Мы можем потрогать руками, выполнить исследования, спросить какие-то вопросы, которые иногда почему-то наши курсанты опасаются, боятся. И, может быть, им даже в голову не приходится спросить у своих учителей. А здесь они, мне показалось, очень открыты. И задают очень простые вопросы, на которые очень легко ответить. И они удовлетворенно уходят. Уже дальше учиться им это проще. А какие именно были у вас вчера? Вчера или сегодня? Да, вчера был тренинг по гастроскопии и бронхоскопии. Сегодня предстоит тренинг по колоноскопии. Также у нас в течение трех дней проводится так называемый чемпионат по колоноскопии. То есть где будут победители? Это такая борьба между специалистами разного уровня, которые хотят попробовать свои силы в эффективном качестве исполнения колоноскопической процедуры. Дело в том, что технически процедура колоноскопии не самая простая. И поэтому важно ее выполнить быстро, безболезненно и качественно. То есть критерии скорость, качество, точность попадания. Какие критерии? Оценки чемпиона. В нашей ситуации сейчас мы максимально упростили задачу и максимально сделали прозрачным этот результат. Это время. Это время достижения конечной точки колоноскопического исследования. Это купол слепой кишки. Но дело в том, что просто продвижением аппарата не добиться успеха. Там формируются петли в кишечнике сложные, которые без аккуратного выполнения процедуры просто невозможно преодолеть. Поэтому если врач аккуратен, если он знает, как это делать, он преодолевает это быстро. Если же таких навыков нет, это затягивается. Поэтому здесь мы, конечно, приглашаем всех врачей. Участвуют врачи совершенно разного уровня. И надо сказать, не у всех хорошо получается. И наоборот, у молодых врачей, кто не совсем давно знаком с этой процедурой, но уже активно изучает. У них, наоборот, получается очень быстро. Это даже хорошо. Человек в состязании узнает свои слабые места, и он понимает, где ему нужно совершенствоваться и куда расти. Как вы считаете, Роман Олегович, сейчас оснащенность достаточной, эндоскопия, она доступна, по крайней мере, москвичам? Существует большое количество проблем в здравоохранении. Безусловно, в эндоскопии также. Но, по большому счету, сегодня, в настоящее время, выполнить качественную эндоскопию в Москве есть очень много возможностей это сделать. Сейчас у нас уже несколько лет идет программа «Московский врач». Это особый статус врача, который присваивается врачу, который прошел серию испытаний, добровольных испытаний, когда врач обращается за такой возможностью обрести этот статус через тестирование, практические навыки и собеседование. И участвуя как раз в разработке этих программ, и, собственно, в этих экзаменах я вижу, как врачи очень заинтересованы, мотивированы, приходят, сдают экзамены, рассказывают о своем опыте. Поэтому складывается впечатление о том, что в Москве много хороших эндоскопистов, которые готовы работать, готовы работать много и качественно. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что гостем нашей мобильной студии на Ассамблее «Здоровая Москва» был гастроэнтеролог Роман Олегович Куваев. Спасибо, удачного тренинга. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...